привет друзья и сегодня продолжение специальной серии блога такой рубрики для маньяков чайной посуды мы в общем-то уже почин пожинаю лавры отзывов о прошлых выпусках потому что очень много лет мне говорят сергей покажи свою коллекцию посуды что же там у тебя в закромах много-то наблюдая за нашим там инстаграм мы еще какими-то маме фотками ведь какие-то уникальные предметы и хочется увидеть их больше может быть чтобы я про них рассказал на самом деле у меня достаточно такая мобильная коллекция сейчас можем в другой комнате по шансу были в одном но еще мы даже сегодня думаю не покажем даже четверти в общей сложности если взять все выпуски того что у меня поиски есть коллекция на самом деле очень разношерстная разнообразно есть какие-то предметы дорогие эксклюзивные редкие там старые есть какие-то предметы может быть вообще новые но просто я оставил на память по какой-то причине вот бывает даже этой причины и нету то есть просто осталось вот но что-то из этого бывает я продаю ставлю в чайную но чаще всего наседает потому что мне просто нравится собирать иметь разную интересную посуду я постараюсь в порядку так вот справа налево не знаю сколько мы успеем сегодня показать вот здесь у меня просто так достаточно хаотично стоят в основном пиалы ну и чайницы кстати начну с такой силадоновой чайницы в ней нет ничего супер уникального зато я вспомнил что там есть у меня красный очень вкусный красный чай переобоминать что он там есть силадоновая классика вот из-за это у нас лунчуань провинции джэдзиан беру ее сюда потом если какой-то мне интересный тиван это тиван гузуру техники жуяо видно что я здесь немножко уже использовал это серийное производство фабричное но сама немножко отличается форма то есть здесь каждая из таких вот тиванов немного отличается одна другой здесь вот тоже видно как золотом закрыты вот эти вот которые остались и не закрылась полностью глазурью тело самого тивана но вот очень такая неординарная форма необычная мне очень тиван нравится иногда пользуюсь изредка обычная чашка в принципе достаточно такая типичная по-моему еще не ошибаюсь она у нас родом из дехуа но здесь немного необычная глазурь многослойная здесь три слои глазури как его все знаю потому что подобные глазури мы уже делали сами и применяли в нашей керамике попал на в коллекцию достаточно давно тогда когда мне еще не было именно подобных изделий они было мало достаточно рынке это просто классика тут ничего особенного вот интересная пиавочка родом из осина в одной из моих любимых техник тяуни когда смешиваются разные виды глины или как называется по японские нирияги здесь разные виды глины джи ша вот так вот она необычно смешана рисунок хвост какого-то животного может быть даже мне очень нравится красиво и не очень часто такие встречал я здесь есть парочка пиалочек это русский один керамист одно время сотрудничали приобретали вот тоже его же такие вот забавные пиалочки каракле просто живет птичка стандартное такое стекло тоже одно время продавали решил все одно оставить вот это у нас по моему тайваньская пиала такая мощная глазурь наподобие гаяу и здесь если не ошибаюсь это дровяной обжиг такая грубая немного это же шамотная глина интересная такая многоцветная с такими крупными вкраплениями тактильная очень тактильная пиала для каких-нибудь ферментированных чаев очень неплохо будет потом у нас есть еще такая вулканическая пиала я называю здесь скорее всего она выгорела глазурь я так понимаю на из-за высокого температуры обжига пусть она запожрилась на данном случае эти пузыри они очень плотно они не лопаются учусь такая вот вулканическая черная пиала тоже редко встретишь именно такое решил ее оставить на память это тоже маленькая пиалочка от мастера из дундина из тайваня вот у него обычно идет большие тиваны вот сейчас получилось так что она была пиалочка небольшая такая иноми японская он любит японский стиль как минималистичные такие две капельки и глазурь тоже такая похожа на уже я вам это такой целодон скорее покрылся сеточкой тоже и прежде пользуюсь тут дальше еще есть вот такая вот пиалочка интересная это родом из диндэдженя она немножко повторяет древнюю технику здесь прозрачная глазурь такая глянцевая и тоже вот смешение разных сортов глины причем доминирует такая светлая глина и такие черные вот эти вот коричневые полосы это делается пластованием и так понимаю она такая насквозь это не рисунок это полностью вот такой вот тоже смешанное сырье мне очень нравится и форма и фактура сама это не не фарфор это именно глина тоже весьма неординарная вот любопытная пиала родом она из очень неожиданной локации из новой зеландии вот с южного острова новой зеландии и там есть я тоже такая стекольная фабрика вообще есть несколько там таких которые в числе делают такие замечательные пиала что-то не кстати очень недешево достать их сложно потому что они находятся весьма не однозначно локаций вот потом здесь же тоже у меня есть вот такая вот пиала это пиала из нашего обжига уже и интересно на тем что она не дожглась сначала на дровяном обжиге потом я еще раз его взорвал дожигал на электрической печи потом я ее ударил вот и на мне тут был такой скол большой кстати вот этот мы сделали кинцуги и она еще была в общей сложности вместе с удельным обжигом трижды обожжена ну и андрей сделал такую замечательную спиральную форму здесь немножко даже вот видно как глину не повело но так скажем она весьма неоднозначно такой мид а рисунок немножко такой изгиб и мне очень нравится как легла глазурь то есть такие вот сполохи кто-то похожего от заснеженной киты гор лишь вот такой то есть очень приятный такой абстрактный рисунок но и видны и следы огня одна из таких моих любимых пиал действительно красиво получилось это достаточно простая но тоже дровяного обжига пиала почему-то ручной лепки это китайская пиала есть такой лотос лягушечка она довольно простая не каких-то там изысков или известных мастеров но очень приятная такая лаконичная пиала дровяного обжига вот родом это единый джань если не ошибаюсь еще у меня есть тоже наш наша работа тоже гордость можешь сказать производства есть фарфор специально так немножко такие из мятинки делал андрей есть роспись нашей художницы анны просто шикарная роспись к девушка обнимает мишку сидят смотрит на лес просто волшебство одна из тоже очень но любимых пиалочек очень такая она нежная тонкая и изящная тоже очень невесомая потому что тонко сделано еще андрей молодец он делает реально на уровне японских или китайских мастеров точно не хуже кое-что даже может еще более выделяется если брать в средней по палате скажем так температуру да вот здесь у меня такая трагедия произошла здесь такой-то бы изначально это был молочник видимо тоже купил новой зеландии вот и и ну так вот у меня треснул потому что он был не подназначен для горячей горячей собственно посуду для горячей температуры для высокой температуры то есть это для горячей воды он не был готов я в него чай заварить у меня он треснул но сына живет здесь очень симпатичный вот тоже классическая гастролическая глазурь это такой фаянсовый фарфор из духа довольно простой но мне в свое время как-то приглянулся вот еще это весь райсин глина джуни и здесь ручная такая красивая очень резьба лотос рыбка такой минималистичная пиалка приятная очень форма тоже не самая стандартная вот весьма симпатично тут у меня какие-то пиалочки есть несколько покажу одну из них это тоже питерского одного кончара он любит раку вот и да он зовут гладкий на вот такого именно зовут я вспомнил были не в гостях вот у него есть в питере неплохой довольно шоу-рум гончарный вот это тоже стандартная обычная пиалочка тут ничего особенного это кстати турецкая пиалка тоже многие кто были в турции там такие видели да и не только в турции не продаются очень простая дешевая обычная штука но мне на есть так скажем и разнообразие тоже самое фарфор дехо такая вот интересная история здесь тоже много таких достаточно сандартных пиалочек не буду их даже показывать если вот еще нашу такая серебристая очень классно получилось металлик такой вот нашел обжига вот потом такие павлиновые пиал у меня их несколько по всему мне было если не ошибаюсь 6 сейчас помню осталось 5 или или 8 не было очень интересные все разные скажи с каким-то своим рисунком невозможно повторить получается каждый раз что-то необычно сложно довольно гузуровать такие пиалы потому что в принципе вот такие пиалы многие видели на вот с такими вот павлиным павлиным хвостом уже сделать сложнее вот это вот одна из самых интересных серия не один раз все упадались с тех пор я их особо больше не видел вот эти японское стекло с золотом известная довольно фирма которая делает такие вот уникальные штуки я показывал вам прошлых видео что-то из их из их посуды очень изящно мне тоже нравится присутствует коллекции что тут еще такая деньжуя юнань китай тоже полированная у нас такой стилистике много было пиал в продаже и чайников тоже а тут еще немножко другой другой рисунок другая глина тоже шикарно выглядит это я так понимаю пытались повторить что-то наподобие сумки пиал забегая вперед сумку я тоже покажу то есть пиал династии сум современные но сделано потрясающее в плане качества вот то есть очень очень необычная форма не часто такой встретишь тоже красота тут у нас такое еще необычное изделие это на самом деле кубок который является репликой майянского ритуального или какого-то еще индейского ритуального кубка и так понимают то ли он был для употребления каких-то психоактивных там и хуаск или что-то такое но один друг у нас есть увлекается вообще микологии и грибами и всякими интеллгеническими штуками интеллгениками и попросили сделать но такая идея была сделать реплику такого древнего стакана мы сделали ну вот у нас остался жить пока живет у меня дровяного обжига это делала художница анна то есть это мы сами делали обжигали в нашей дровяной печи вот тут еще есть такую вот интересное тоже маха юноми это называю принципе это не совсем тиван очень круто он запекся здесь вот видно как глазуя так с металликом тоже получилось это дело тоже андрей акимов одна из первых и вот этих работ не очень тоже понравилось живет в коллекции тут еще есть есть еще такая вот эсинская пиала тоже с лотосом в ручной росписи тоже для того периода это было одно из первых таких вот проявлений когда на эсинских пиалах кто-то вручную расписывал это было очень характерно для эсинской керамики в целом вот тут у меня еще есть какое-то количество пиал зон чай вот это тоже весьма необычное пиал это целодон такой замечательный зеленый очень полностью ручная гончарная работа очень тонкое изделие весь у нас это пиала по моему московского кода гончара тоже ко мне попались как-то вроде бы как тоже его же такие тактильные вот это мне еще есть дальше уже пойдет более простые на вниз не буду спускаться у меня самое интересное все лежит на уровне кроме надо было наклоняться вот такая забавная пиалка она родом из новой зеландии тоже просто обычная такая деревенский был магазинчик взял на память то написано что-то на языке малом и это такие местные аборигены узеландский ну и папоротник такой немножко схематично изображенный вот тут еще вот тоже есть несколько пиалочек обычно тоже блинные пиалки сейчас они мне уже кажется обычным а так в целом весьма неординарный целом да еще коллекция есть всякого этих предметов попроще перейдем к следующему шкафчику продолжаем следующий отсек да кстати у меня наверху здесь живет очень-очень много разных баночек где-то статуэток ну чайные баночки я собираю тут грузинский чай это лонзина банка так это царских времен китайская ну много-много-много самого разного вот тут есть весьма редкие штуки собирают даже банки жестяные мне они как-то интересно далеко не вся коллекция у меня их несколько сотен даже наверное уже под полторы тысячи где-то будет в общей сложности вот да в общем здесь тоже в основном пиалы но есть еще такой отдельный отдельный замечательный . с каменными чайниками но к ним чуть попозже на меня больше все смотрит вот этого пиала пиала родом из династии сум то есть это реально полный антиквариат раритет так далее почему она мне живет почему она не под охраной потому что здесь это было она отремонтирована и поэтому ценник не столь высок плюс она немного деформирована есть брак не очень красивый такой рисунок у нее то есть достаточно простая простая пиала то есть много таких можно найти на раскопах я был на отвалах непосредственно в дзиньяне есть видео об этом можете посмотреть на ютубе и вот тоже там купил магазинчики в прошлом видео тоже показывал пиалочку тоже оттуда же и есть еще вот такой вот сито который сделанных тоже пиалу зайчи ворс тоже на сунского времени видно что здесь была слипшийся осколок из этого осколка сделали сито очень оригинальное использование древних осколков вот мы сейчас эти делаем восстанавливаем тоже кинсуги нашими руками дима делают тоже из древнего осколка династии сун да здесь у меня еще есть какое-то количество до самых разных штук это вот самая дешевая ерунда что он конкурент поставить ой то достаточно хаотично просто разные пиалки кто-то них интересный как наберу вот это хоть она и серийная сейчас таких уже мало приятно вот форма есть какие-то тоже пиалы из лунчуяня манчарные то есть не серийные вот эти две такая приятная розочка тоже не самая типичная мода здесь тоже такой генка белоба и милую чем белочка мало таких увидишь что-то еще было надо пожалуй здесь не так много это особенно уникальных изделий как мне сейчас кажется да отличная такая японская тоже пиалопа у меня их есть серия но я брал попить тоже ручная роспись очень тонкая и жуяло какие-то жуяло именно такой глазурь который сейчас уже не производит и сейчас нету я у конца конца 90-х серии нулевых тоже осталось с тех пор еще интересная тема с посудой даже серийной она какое-то время производится довольно большом объеме большом количестве потом она заканчивается и даже серийные некоторые изделия их как бы сложно найти то есть их может просто банально не быть уже их нет возможности купить есть не основном диды джейн самый разный тоже ручная роспись и диды джейн вот пожалуйста комбинированная техника вот тоже классика диды джейн такая очень плоская приятная пиала монумилистичная роспись такой вот тоже вот супер монумилистичная пиалочка джинхэ байчха здесь написано белый чай джинхэ это фирменная посуда для моих друзей которые джинхэ делают белый чай вот потом такая птичка тоже очень милая мне нравится это уже так можно сказать антиквариат но не очень антиквариат это где-то начало 20 века помена гаминдановского периода дореволюционного 30-е годы примерно вот это уже более позднее что-то 80-х тоже диды джейн это современный диды джейн тоже одна из очень любимых пиалочек у меня их по моему две если не ошибаюсь это там стоят вот тут еще много тоже диды джиня вот тоже техника интересная когда деваться сейбро внутрь ну я это купил достаточно давно и уже лет десять у меня она живет на тот момент это было довольно редко сейчас уже очень много может ты и пиал которые делают такого полное покрытие стебром либо даже золотой такая пленка делается позолота разных историй вот одна из очень неординарных пиал пожалуй таких весьма редких моей коллекции делал это фирма бода из швеции просто невероятно космический такой рисунок можно увидеть это стекло стекло и надо сказать что фирма бода по-моему до сих пор существует но вот такую поразительную пиалу вы уже практически не найдете я купил в бойнец арисе на барахолке так недешево недешево весьма стоило но это вообще уникальный предмет такого просто нету больше вот тут тоже еще один уникальный предмет это наша пиала нашу друйного обжига тоже стиль нерияги такая спираль и весь повторный еще дожиган электрической печи тоже получилось такой интересные подтеки титановой глазури неординарный очень вот тоже пиала с серебрением это тоже деда джинь весьма неординарная необычная я тоже и син это вообще пиала сама в себе из духа довольно простая глазурь на потом это вот серебрение да вот это вот внутреннее то дорабатывать вручную есть такой мастер один в осеннем у меня друг который берет обычные пиалу даже с фабричной и дорабатывает их 9 из них какие-то такие штуки интересна тут его работа вот это хоть и наш чеха чеха моего личного авторства и моя глазуровка дровяной обжиг здесь из-за несоответствия кота вера то есть тут разные на перенамешанные глазури не призывали мощным только брутальный обжиг был несколько получился как черепашки такая как панцирь черепахи да иду было очень много трещин и вот среди трещин мы заделали кинцуги вот такая вот необычная чеха такая шамотная глина это еще другая донбасская глина не вместе смешаны полностью тоже вручная работа моя тут вообще вот в этом шкафу очень много пиала изделия которыми я пользовался достаточно давно уже то есть нет другой комнате другом зале там посуда более новая но не до данного пошли в коллекцию и более старая вот то что говорю тоже по золото это тоже динда джинь и тоже где-то там конец девяностых начала нулевых не до в то время это купил тут тоже мне еще есть такая вот пиалочка с инкрустацией серебром тоже весьма тонкая работа джинь очень красиво люблю очень комбинированной техникой достаточно интересно с такой посудой чтобы посуду пить такой посуды работать на тут у меня еще много всякого но хотел показать и ну вот еще тоже весьма неординарная пиала или даже подставочка это родом из новой зеландии вот есть такой фаянс скорее принципе это может быть как подставка но мне очень нравится рисунок как он сделан такой геометрический тоже мне живет здесь довольно много пиалочек старых тоже что-то там и 70-х 80-х годов довольно простые как вот эти вот пиалки есть что-то более старое вот тоже интересная серия по всю день джинь сюда середина и начало 20 века мне их очень много вот тоже одна из весьма ценных пиал это у нас тоже не знаю какой период но и нам где-то тоже 70 80-е годы такие жучки это типом тоже 2 где-то 2 должна быть здесь неподалеку вот ну и тут много всяких разных тоже пиалочек вот кстати нашел не показывал такую же того же мастера пиалку только на сене сделано кинцуги вот у меня такая же еще целая очень очень тонкая работа сейчас еще покажу вот это вот это же также мастерица у меня есть такая вот гайвань это купленного жена на лет восемь назад шикарный просто роспись вообще невероятная очень тонкая очень качественная работа она из моих любимых гайвань очень не изящная мы поместим сюда поближе приятно как перебираю куда посуду вспоминаю какие-то изделия которые мной лично любимые которые давно из них не заварил вот тоже очень милая пиалка вот это тоже примерно средина двадцатого века и тоже современный деда джейн тоже очень симпатичный тюльпановая такая пиалочка с лотосом вот вот этот интересная техника это одна из первых еще пиалу то что современно сейчас может часто встретить когда идет над глазурная роспись и по пиалам как бы обычным не скажем не типичным для этого то есть раньше расписывали чаще всего по белым фарфором все же стало очень много податься вот этих смешений техники такая вот лошадь в тумане очень-очень-очень здорово это сделано абсолютно уникальное изделие наработанный уже очень любит моя жена из него пить это серебряный чайник и сейчас тоже можно очень много встретить и небольшой любитель серебряных чайников но этим тоже не допользуюсь мне он есть для коллекции такое для разнообразия чтобы был потом здесь у нас камни на камень мы сейчас подойдем еще покажу вот такой вот интересный деджейн тоже классика достаточно лаконичная пиала раскрытая и ну уж мы тут говорим про деджейн наверное да перейдем еще вот сюда наверх она одна из моих очень любимых пиал такая она все же почерневшая здесь серебро потому что много ей пользуюсь по идее можно ее на полировать мне нравится в таком виде деджейн обернутый серебром и классическая кобальтовая роспись японская такая пиалка с редисками их у меня целая серия но здесь одна живет из них тоже классная очень есть тоже есть некоторые интересные пиалы вот это тоже старый деджейн очень мило порядком изделий из держания вот тоже такая из гайваничка интересным очень немножко у меня на нога и вань современная тоже классика и вот еще это кстати наша пиала получился очень необычный рисунок и поэтому она попала в коллекцию мне очень много наших изделий но они в основном не в этих шкафах тоже кое-что есть а вот кстати тоже современная пиалка здесь со сынкой пепой смешно очень сделано много таких сейчас коллабораций когда молодежь любит какие-то современные сюжеты включать в классику классический такой классическое искусство яичное фарфор очень тонкий несколько тут нам немножко стреченькой он будет подлечить таких Их у меня, по-моему, две, да, вторая. И вот еще тоже, это уже наша фирменная, тоже с нашим блогом. По-моему, я показывал в прошлом видео подобную такую же пиалку той же мануфактуры. Но если взять поближе, две поставить, видно, что они разные, то есть, они делают по похожим эскизам, но они в два случая отличаются. Вот одна замечательнейшая просто пиала, Динда Джен, тоже такая микро. Здесь очень интересная техника, резьбы под лазурный. Такие персики и размерчик тоже. Очень-очень изящные изделия. И вот тоже такие наперсточные пиалочки маленькие. У них тоже много здесь. Нечто она показывать все, но очень классно для дегустации чая, когда нужно чуть-чуть попробовать, и я иногда использую вот тоже. Такие достаточно примитивные, это деревенская керамика. Но уже эта старая, это тоже что-то там в середине 20 века примерно. А что здесь еще есть? В принципе, в целом, что-то есть похожее. То, что я уже показывал, немножко просто другие изделия в той же технике. Ну и остались, да, здесь самые такие необычные изделия. Да, на нас смотрит такой чайник. Это чайник из Му Юй. Серпентинит или еще называют его чернирный нефрит. Родом из Тайваня 2015 года. Очень мой любимый чайник. Я в нем уже не один сезон завариваю. Да, тоже полностью ручной. Это камень под пень сделанный. Просто шикарно выглядит. Он, кстати, тоже немного здесь не видно. Но у него просто видно просвета. Можно увидеть то, что он дает такой вень. Сейчас я достану, может, телефоном покажу. Весьма-весьма необычный. Да, вот. Нет, сейчас не видно яркий свет у нас здесь. Он просвечивает таким необычным узором. Вот такой чайник. И ящерка, сидящая на шучке. А здесь богомол, кстати, такой вылезает из пенька. Очень здорово сделан. И вот это вот то, что потемнение, это все заполнилось чаем. Вот один из самых таких необычных чайников у меня в коллекции. Это обычная гранитовая пиала. Тоже такая минималистичная камень. Вот это тоже чернильный нефрит. Тайваньский. Такой кусок просто голыбы. Вот из него сделали такой чайник. Очень неординарное тоже изделие. У меня много каменных чайников. Я вообще люблю каменные чайники. Меня очень привлекает. Это уже Китай. Вот. Тоже классическая форма каменных ковши. Пял. Замечательно сделан. Тонко очень. Поэтому это камень. Китайский. Потом вот тоже. Тоже Сиши. Тоже очень классика. В каменных чайниках, в принципе, хорошо заваривают какие-то не очень требовательные чаи. Там может быть Пуэры. Вот это Тайвань. Тоже мистера Хуана моего хорошего друга чайника. Идеальная тонкая работа. На самом деле, сравниваешь с китайскими, конечно, она более тонкая. Здесь у него просто идеальное оборудование. Такой маленький, черненький. Чайничек. Алилинг Иниен. 2001 года. Родом. Ему уже целых 20 лет. Казалось бы, да? Сколько времени бежит. Здесь еще очень много тут. Вот у нас здесь еще. Чайничек. Кстати, у меня настоящий фрукт фор шоу. Высушенный. Тоже живет на память. Здесь у меня очень много таких еще чайников. А здесь тоже серпентинита. Вот видно, как они выглядят. Очень красиво. Это мой чернильный нефрит. Тоже серпентинит тайваньский. Весьма редкий вид камня. Но в основном только на Тайване присутствует. Таких чайников у нас много было в продаже. Может быть, кто-то даже приобретал. Я тоже их у себя держу несколько в коллекции. В коллекции. Есть самые разные здесь чайники. Вот. Кстати, мы говорили про камень. Тут у меня есть еще несколько весьма неординарных предметов. Я не буду оставать все, но у меня есть такие чайники, которые я как-то купил тоже на Тайване в одной бабушке, которой муж занимался тоже производством чайников. Но потом он умер, и у него остались только чайники. Тоже это камень такой. Называется му ваньши. Ну, то есть, му это дерево. То есть, как бы подражает дерево. Похож на дерево, реально на текстуру дерева. То есть, он кажется как будто деревянный. На самом деле, чайник тоже из камня. Вот. Вот. И у меня таких вот здесь несколько тоже предметов. Весьма неординарных. Вот. Тоже оставил в коллекцию, потому что очень необычные чайники. Да. На этом, я думаю, пожалуй, пока все в этой серии обзора моей посуды. Всем огромное спасибо. Какие-то вопросы по предметам, может быть, у вас будет. Я тоже что смогу расскажу. Вот. Сразу скажу, да. Мне часто спрашивают, продается или нет, или нет. В основном ничего не продается. И если продается, то продается недешево. Даже не в обращении, что что-то может быть дорогое, а что-то просто мне отлично нравится. И мне будет сложно найти большинство этих предметов снова. Вот. И поэтому, да. Они у меня живут, как такая вот музейная редкость. Вот, кстати, напоследок еще покажу одну такую вот пиау. Весьма-весьма интересно. Пропустил я ее. Вот. Не зря я ее нашел. Это, в общем, ясинская глина. Здесь вот видно, что это глина ДШ. Внутри она полностью золочением сделана. Это все лак. ДАТСИГУН И, то есть нанесение лака, полировка и нанесение металлов. То есть это очень-очень-очень такая сложная техника. Вот. И видно, какие просто невероятные цвета получаются. Вот. Тоже недешевое изделие далеко. Я показывал тоже лак ДШ уже в прошлой серии. Тоже одна из таких уникальных пиал, пожалуй, в моей коллекции. Вот. И, пожалуй, наверное, да. На этом, я думаю, точно все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Напишите, какой предмет вам понравился больше всего. Если это интересно, будет собрать какие-то мнения. Вот. Ну и, я думаю, да. Еще снимем одну серию об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok